В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим. На передовой борьбы с огнем почти полторы тысячи спасателей продолжают тушить природный пожар в Мордовском заповеднике. Холода близко, жилые дома и учреждения нашего города готовят к отопительному сезону. Далее расскажем обо всем подробно. Президент России Владимир Путин предложил в этом году единоразово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Глава государства подчеркнул, что выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Предварительную работу проводят Дума и правительство. У нас есть и другие категории граждан, на которых мы должны обратить особое внимание, и доходы которых напрямую зависят от государства. Это люди пожилого возраста, это пенсионеры. У нас предусмотрена для этой категории наших граждан соответствующая программа, и мы исходили из того, что повышение пенсии на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас этот уровень инфляции и предусмотренные тысячи на повышение, она все-таки инфляцией подъедается. Предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Также президент предложил по итогам года единоразово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. По предварительной оценке на выплаты пенсионерам и военнослужащим из бюджета потребуется выделить около 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в бюджете есть необходимые резервы. Почти полторы тысячи спасателей продолжают борьбу с природным пожаром в Мордовском заповеднике. Пожар охватил пограничной территории Республики Мордовия и Нижегородской области. В выходные огонь с заповедника перекинулся на поселок Стеклянный. Сгорело 11 строений. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня и недопущения его распространения на территорию Нижегородской области создано 7 боевых участков – 2 с западной и 5 с восточной стороны. Дополнительно привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России, по городу Москве, Московской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областям. Задействованы силы Росгвардии и Министерства обороны РФ. На месте тушения пожара развернут насосно-рукавный комплекс от Ногинского спасательного центра МЧС России «Шквал». Высокопроизводители – насосно-рукавный комплекс «Водолей» из пожарно-спасательного центра города Москва. Задействованы пожарные поезда и авиация. Работы по тушению природного пожара в Мордовском заповеднике и на территории Нижегородской области ведут в круглосуточном режиме. По состоянию на 23 августа очаги пожаров со стороны Аломасова полностью локализованы. Со стороны Первомайска очаги остаются, но площадь, охваченная огнем, постепенно уменьшается. 25 августа в 10 часов в Центре поддержки предпринимательства пройдет тренинг на тему «Самозанятый налоговый режим. Государственные меры поддержки». Участникам расскажут о налоге на профессиональный доход, ставках налогообложения, правах и обязанностях самозанятых, а также о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого. Регистрация по телефону 992-63-992-64. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детские пособия теперь перечисляют только на карту МИР. 22 августа вступило в силу соответствующее распоряжение правительства. Речь идет о пособиях по беременности и родам и ежемесячных выплатах женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. На МИР будут зачислять и пособия в связи с рождением первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом. 28 августа на стадионе ИКАР состоится турнир по силовому двоеборью «Атомный воркаут». Начало в 12 часов, регистрация с 11.30. В соревнованиях могут участвовать саровчане, достигшие 16 лет. Во внеконкурсном соревновании – младше 16 лет. Победители и призеров определят путем подсчета баллов, полученных суммарно за два упражнения. Количество баллов за одно повторение в отжиманиях на брусьях – один балл. Количество баллов за одно повторение в подтягиваниях – два балла. Участников, занявших первое место в отборочных этапах, пригласят в город Глазов для участия в финальных соревнованиях. В России разрешили применять вакцину «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. В Минздраве рассказали, что лица в возрасте 60 лет и старше должны вакцинироваться в первую очередь, поскольку статистика показывает, что 85% смерти от COVID-19 приходится на пожилых граждан. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал сделать прививку родителям, чтобы защитить детей от заражения в семье. Министр подтвердил, что доминирующий штамм коронавируса «Дельта» стал чаще поражать детей. Но пока в России, в отличие от США и ЕС, подростков не прививают. Испытание вакцины для них продолжается. Чтобы минимизировать риски для взрослых и детей, необходимо, чтобы прошла вакцинация среди родителей старшего поколения, чтобы разорвать эту цепочку. Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Поэтому мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить наших детей, заявил Михаил Мурашко. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 454 новых случаев заражения коронавирусом. 454 из них в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 4 человека. Из тех, кто госпитализирован, 2 в тяжелой степени, 30 в средней степени тяжести, 1 в легкой. Семьи с детьми до 3 лет могут получить 6 выплат, напомнил Минтрут в своем инстаграм-аккаунте. Одна из выплат – материнский капитал. Если первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а второй – после этой даты, то размер мат-капитала составит почти 640 тысяч рублей. Семьи также могут получить пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы за предыдущий год. Единовременное пособие при рождении ребенка равняется 18 тысяч 4 рубля. Его может получить один из родителей независимо от трудоустройства и дохода. При рождении нескольких детей сразу средства полагаются за каждого из них. Еще три выплаты, на которые могут претендовать семьи – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная выплата до трех лет на первого и второго ребенка для семей, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в размере прожиточного минимума для детей по региону, и ежемесячная выплата до трех лет на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума на ребенка по региону. Ежегодно, сразу после окончания отопительного сезона, начинается подготовка к следующему. В домах меняют систему отопления, устраняют поломки. Какие еще работы проводят специалисты и для чего это нужно, расскажем в следующем репортаже. Многим кажется, что подготовка к отопительному сезону стартует только тогда, когда показатели термометров напоминают, что не за горами холода. Но на самом деле все работы по подготовке начинаются еще в мае. Это работы ежегодные, плановые, специально для подготовки зимы. Промывка системы, опрессовка системы, опрессовка тепловых узлов. По словам специалистов, первоначальная задача – отреагировать на обращения граждан, которые жалуются на недостаток тепла зимой. Работники ЖКХ выявляют причину и устраняют поломки, чтобы отопительный сезон начался вовремя. Основные проблемы, которые, когда в квартире прохладно, это первое – плохо тепленные окна, то есть большой расход тепла через конструкции. Бывают случаи, когда батареи забиты, но в данном случае решаем либо заменой, потому что это относится все к общедомовому имуществу, либо проверкой режима работы стояков или самой системы в целом. Если у вас дома недостаточно теплово-топительный период, то вы можете обратиться в свою управляющую компанию, и специалисты окажут квалифицированную помощь. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24. Царапины на автомобиле Митсубиси, припаркованном во дворе на проспекте Ленина, оставил неизвестный. Машину повредили специально. Почему – неясно. Припаркована она была по правилам. Ущерб владелец оценил в более чем 25 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка – расскажем далее. Четыре уголовных дела возбудили сотрудники органов правопорядка на прошлой неделе. Еще шесть сообщений полицейские проверяют. Четыре колеса, электроплитку и цветной металл похитили неизвестный из гаража в ГСК-3. Сняв навесной замок, злоумышленники проникли внутрь и украли имущество. Владелец оценил ущерб в 8 тысяч рублей. В гараже он не был с 15 апреля до середины августа, и когда конкретно произошло преступление – неизвестно. По признакам преступления, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса кражи, возбуждено уголовное дело. Лица тут также нет. Около дома 10 по улице Харитона сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, который совершил ДТП. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее был осужден за административное правонарушение, то есть, опять же, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговор сюда уже был исполнен. То есть, вот этот срок лишения прошел, но там, если в течение полутора лет, грубо говоря, снова попадаешься, то 264. Судимость не погашена. Такая же ситуация произошла ночью около третьего КПП. Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был пьяный мужчина. Его также ранее привлекали к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. Судимость была не погашена. Возбуждено уголовное дело. Продолжается первенство Нижегородской области по футболу среди мужских команд Первой лиги. В очередном домашнем матче ФК «Саров» принял на стадионе ИКАР команду из Городца. На матче побывала наша съемочная группа. В 16-м туре Первой лиги первенства Нижегородской области футбольный клуб «Саров» уверенно победил своего соперника из Городца. 3-0 в пользу наших не дались легко. Первый тайм был достаточно напряженным. На поле не хватало динамики. Но первый гол придал саровским спортсменам сил, уверенности и азарта. В дальнейшей игре уже явно лидировал ФК «Саров». Дальше второй тайм сразу инициативу мы забрали, забили гол второй. Стало намного проще играть, под контроль свой мяч брали. Соперники, конечно, огрызались, но защитники наши справились. И в конце уже третий забили, это уже все. Сегодня была хорошая игра. Спасибо всем болельщикам, которые пришли. Необходима их поддержка. И это очень добавляет сил, эмоций. Каждую игру приходится бороться. Не бывает простых игр. Поэтому в каждой игре показываем свой лучший футбол и стараемся радовать болельщиков. Первая лига первенства Нижегородской области действительно дается нашим футболистам непросто. Главная проблема команды – это пустующая скамейка запасных. Хотя группа основных спортсменов и сформирована, ребятам не хватает новых игроков, которые могли бы заменить на поле и помочь команде. Не хватает кадров, не хватает ребят, чтобы играть. У нас всегда проблема. Даже есть какой-то непосредственный костяк, но не хватает ребят, которые бы мы смогли выйти из замены и укрепить команду, и добавить сил, эмоций новых. У кого-то очень много людей, у которых травмы, у кого-то свои какие-то причины, проблемы. Поэтому у кадров очень не хватает игроков. И хотелось бы, конечно, чтобы скамейка запасных была бы больше, чтобы поддержать команду. Впереди у футболистов еще несколько игр. Сейчас наши спортсмены находятся в середине турнирной таблицы. Но у футбольного клуба «Саров» еще есть все шансы выбиться в лидеры и попасть в высшую лигу. За новыми играми на домашнем поле следите в группе ВКонтакте. Мероприятие для лиц старше шести лет. Будь сильным, будь умным, будь уверенным, будь интересным. Молодежный центр приглашает юных саровчан на День открытых дверей. Познакомиться с программами дополнительного образования и записаться в различные творческие, спортивные и образовательные объединения можно с 23 по 27 августа. Подробности в следующем репортаже. Более 20 секций студии и объединений будут работать в новом году на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и творческие способности. Также ежегодно в молодежном центре реализуют новые уникальные программы. Мы стараемся ежегодно проводить мониторинг услуг, узнавать потребности горожан, изучаем и отслеживаем современные тренды и по возможности ежегодно открываем что-нибудь новое и интересное. Большое внимание уделяется области информационных технологий, чтобы ребята с юного возраста могли овладеть основами программирования и, возможно, в будущем стать востребованным разработчиками. Одно из таких направлений – Матата Лаб. Это конструктор, с помощью которого ребята познают самые-самые азы программирования, алгоритмические задачки решают. В молодежном центре открыта запись в различные спортивные секции. Получить базовые навыки в выбранном виде спорта детям помогут профессиональные тренеры, а ребята смогут развить свои физические качества, научиться чему-то новому и весело провести время. Это теннис, это обучение плаванию, это фитнес с элементами корригирующей гимнастики. Также открывается уникальная программа для молодых родителей «Учимся с мамой». Занятия направлены на сенсорное эмоциональное развитие детей двух-трех лет и помощь родителям в воспитании малыша. К нам зачастую приходят молодые родители, у которых очень много вопросов по развитию, воспитанию детей. И вот ответы на эти вопросы они смогут получить, как раз обучаясь на этой программе. С 23 по 27 августа с 17 до 19 часов в молодежном центре будут проходить дни открытых дверей, где горожане смогут поближе познакомиться со всеми направлениями и записаться в понравившиеся объединения. Также можно отправить заявку на официальном сайте молодежного центра. Дополнительную информацию о программах обучения можно получить по телефону. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин